Торжества в Подгорице по случаю 9-ти векового юбилея рождения великого князя Древней Сербии Стефана Немани или святого преподобного Симеона Миротачевого состоялись участием святейшего патриарха сербского Иринея. Центром торжества стал величественный храм Воскресения Христова, который был освящен в октябре прошлого года предстоятельами поместных православных церквей, в том числе и святейшим патриархом московским и вся Руси Кириллом в ходе празднования в Сербии и Черногории 1700-летия Миланского Эдикта. В этот раз в храме Воскресения Христова была освящена часовня, в которой разместилась крещальная купель. После освящения крестильни святейший патриарх Иринеи и митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий возглавили божественную литургию. В течение которой состоялось таинство крещения около 20 взрослых и детей. И святейший Иринеи и владыка Амфилохий совершили и миропомазание новоначальных членов церкви. Само же таинство было особенно волнительным для взрослых. После окончания литургии по улицам Подгорицы прошла лития. Крестный ход охватил почти весь город. Участники торжеств прошли от храма Воскресения Христова к стенам древней Подгорицы, крепости Рибница, где и родился великий святой Симеон Мироточивый ровно 9 веков назад. В миру князь Стефан Неманя, а после принятия пострига Симеон, положил начало независимой от Византии сербской державе, собрав ее из ряда разрозненных княжеств. И сербов, и черногорцев, которые имеют общее начало, называют неманищими, наследниками древней династии, давшей Балканам великих правителей, а всему православному миру – великих святых. Вся наша история, единственная история Черногория и Сербии, это один народ веками был. Последние времена разные названия, скажем, как у вас русских, украинцы, белорусские, вот это тоже самое. И у нас тут, значит, последнее время, черногорцы и сербы, как сказали святейшие, это сианские близнецы. Один народ, одна вера, одна история, те же самые корни исторические, те же самые святые. А основные корни – это именно преподобный Симеон Мироточивий и его сын, святитель Савва, просветитель сербского народа. Их иконы и фрески находятся в Кремле из 15-го столетия, так что почитание этих святых, оно всеправославное. Святой Симеон – духовный отец сербского и сейчас черногорского народа. Он нас объединяет, он начало и корень нашей истории, нашей культуры и в прошлом, и во время его жизни, позже и в наши дни. И сейчас его имя очень важно, так как он соединяет нас, сближает, и как духовный отец своих детей приводит к идеалам истины, которыми он жил и которую он также оставил, как пример своему народу. Почитание преподобного Симеона Мироточивого на Балканах также имеет международную географию. Если родился великий сербский правитель и святой на земле нынешней Черногории, мощь его ныне покоится в монастыре Студеница в Сербии, а древняя гробница, из которой произросла чудодейственная лоза, находится на святой горе Афон, в сербском монастыре Хиландар. На святой горе об имени святого Симеона узнают тысячи людей со всего мира. Для нашего монастыря этот год особый. Мы празднуем 815-летнюю годовщину упокоения преподобного Симеона. Преподобный отошел ко Господу в Хиландаре. Таким образом, существует духовная связь между Подгорицей и нашим монастырем Хиландар. Подгорица может гордиться тем, что здесь колыбель, здесь пеленали будущего святого преподобного Симеона Мироточивого. Он же Стефан Неманя. А монастырь Хиландар украшает его гробница, Мироточивая гробница и чудотворная лоза, которая из нее произросла. Таким образом, святой Симеон Мироточивый, один из немногих славянских святых, почитание которого распространилось далеко за границей Сербии. Иконы преподобного Симеона Мироточивого с частичкой виноградной лозы есть и в России, в том числе и на сербском подворье в Москве. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз», Черногория, Подгорица.